Чемпион WBO в полтяжелом весе Сергей Ковалев намерен провести бой против обязательного претендента Энтони Ярда, а уже затем вести переговоры о возможном поединке против Сауля Альвареса. Об этом в комментарии изданию WBN рассказала промоутер Ковалева Кэти Дува. По ее словам, поединок Ковалев-Ярд скорее всего состоится в России, а затем Ковалев подумает о проведении поединка против Канелла. Дува считает, что Альварес, который планирует вернуться на ринг осенью, пока может подраться против британца Калума Смита. Правда, она сомневается, что этот бой вызовет должный интерес в США. Польский боксер Маций Сулецкий сделал громкое заявление перед боем за титул чемпиона WBO в среднем весе с непобежденным американцем Дмитриусом Андрейдом. В своей речи Сулецкий припомнил резкое высказывание Андрейда в адрес казахстанца Геннадия Головкина. «Спасибо матч-рум, Эдди Хирну, Дозон, моей команде, моему тренеру, всем, кто сделал это возможным. Это был очень хороший тренировочный лагерь. Три недели в Польше, еще семь недель в Нью-Йорке. Я готов к очень серьезной битве с Андрейдом. До приезда в США я его очень уважал. Но когда я приехал сюда, то потерял всякое уважение к нему. Он просто слишком много болтает. Он думает, что он такой же хорош, как другие великие бойцы, такие как Трипл-Жи. Но это не так. Я скажу кое-что о нем. Он никого не уважает». Чемпион IBF по тяжелому весе Артур Бетербиев в очередной раз вызвал на поединок чемпиона WBO Сергея Ковалева. При этом он не особо выбирал выражение. «Сергей Ковалев, привет! После твоего реванша в бою с Элейдером Альваресом, ты вернул себе чемпионский пояс и заявил СМИ о своем желании встретиться со мной в обменительном бою. Я сразу дал согласие, попросил своего промоутера связаться с твоей командой и организовать этот бой. Ты до сих пор не принял мое приглашение, хотя везде говоришь о желании встретиться со мной в ринге. Поэтому я обращаюсь к тебе снова, но уже публично и напрямую. Серега, давай наконец поставим точку в наших отношениях. Тем более, что сейчас нет никаких препятствий для этого. Обменительный бой является приоритетом для любой профессиональной боксерской организации. А наш промоутер Топ Рэнк лишь приветствовал бы этот поединок. В России тебя прозвали Лапша, а в Америке Крушитель. Так кто же ты? Лапша или Крушитель? Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пришло. Легендарный боксер Майк Тайсон высказался касательно удара Майреса Бредиса локтем в подбородок Кшиштофа Гловацкий. Напомню, что после этого удара польский боксер упал на ринг. Я видел этот момент. Сам Майрес после боя сказал, что ранее занимался муай-тай и пробивал таким образом. Бредис позже признал свою ошибку. Якобы он находился под психологическим давлением. Хотел таким образом ответить. Наверное, поэтому и ударил Кшиштофа. Тем не менее, он обязан понести хоть какое-то наказание. Мурат Гассиев 27 июля в Арлентгтоне, штат Техас, дебютирует в Хэйвэйте. Оппонент Мурата – американский гейткипер Джои Давейко. Тренер Гассиева Абель Санчес доволен выбором оппонента. Ведь, по слухам, американец на спарринге нокаутировал на тот момент действующего чемпиона Энтони Джошуа. Санчес предполагает, что уверенная победа подопечного станет отличным заявлением в Хэйвэйте. Мы не знаем точно, но ведь никто в лагере Джошуа не отрицает, что Давейко отправил британца в нокаут. Поэтому это спорный вопрос. Но если Мурат будет доминировать, а потом остановить Давейко досрочно, то это станет отличным заявлением в Хэйвэйте. По словам тренера, Гассиеву разы удобнее в рамках Хэйвэйта. Мурату очень удобно, он чувствует себя еще сильнее, а его ручная скорость станет серьезным преимуществом. Мы готовы к тому, чтобы выйти в ринг и наконец-то прощупать почву Хэйвэйта. Для первого боя в новом дивизионе у нас очень хороший соперник. Джоу никогда ранее не был нокаутирован. Если Мурату удастся это сделать, то он заявит о себе в дивизионе во всеуслышание. Британский промоутер Эдди Хивин сомневается, что Тайсон Фьюри выйдет на ринг до конца года. Вчера цыганский король бросил вызов Джареллу Миллеру. Сомневаюсь, что Фьюри будет драться с Миллером. Думаю, что Арм следом устроит ему реванш с Дуантеем. Разумеется, после того, как Уайлдер победит у Артиса. Они просто не захотят платить Тайсону за победу над кем-то вроде Шварца. Этот бой ничего не принес ESPN. Они не захотят вновь тратить такие деньги. Я думаю, Фьюри вернется на ринг в начале следующего года. И это будет реванш с Дуантеем. 31 августа в Бен Дигу, Австралия, бывший чемпион полусреднем весе австралиец Джефф Хорн проведет поединок в рамках среднего веса против Майкла Зирафы. Ранее Хорн отказался от уже согласованного поединка против экс-чемпиона в среднем весе Риото Мураты в Японии из-за того, что дата боя оказалась слишком близко к предполагаемой дате рождения его второго ребенка. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok